Добрый день! Сегодня у нас серия 183, называется Ходорковский Плюс. Дело в том, что в прошлой серии 182, хотя она и называлась Мага 2020, а вовсе не казус Ходорковского, как обычно бывает в таких случаях, я сильно опирался на текст Ходорковского, и там есть еще некоторые интересные моменты, которые я хотел бы обсудить и пофантазировать над их смыслом. Вот эта статья, четверг, пятая ноября на фейсбуке, называется «Победа Трампов». Михаил Ходорковский официальный аккаунт. Тысячи лайков, сотни комментариев, сотни перепостов. Хочу обратить внимание на позитивную часть этого текста, потому что негативный мы разобрали, где Ходорковский отождествляет трампизм и путинизм с фашизмом, и я разбирал, почему это не совсем точно. А сегодня давайте сосредоточимся на позитивной части этого текста. Общество всеобщего благосостояния – это множество тонких балансов и компромиссов. Вот я отчеркиваю ключевые слова – балансы и компромиссы. Баланс между интересами меньшинств, win-win-стратегия, взаимоуважение, доверие, причем доверие три раза. Ну и фашизм, и про фашизм я уже сказал, но вот тут для меня сегодня важны позитивные ключевые слова. Вот их как бы две группы – доверие и взаимоуважение – это первая группа. И вторая группа примерно об одном и том же – баланс интересов, компромиссы и win-win-стратегия. Давайте посмотрим, какие это уровни. Я думаю, что доверие и взаимоуважение – это четвертый уровень. То есть мы соблюдаем правила в знак уважения, мы уважаем тех, кто соблюдает правила, то есть положительно их оцениваем. Такая положительная обратная связь между теми, кто соблюдает правила. Вот баланс интересов, компромиссы и win-win-стратегии – это более сложная структура. Она предполагает 5, 6, 7, 8, работающие совместно, потому что, чтобы учесть интересы всех, нужна восьмерка. Чтобы рискнуть, потому что это требует некоторого усилия найти баланс. Это значит отказаться от части своих интересов, чтобы найти общее решение. Ну и 6, 7 – оценка последствий и оригинальные идеи, потому что не так-то просто найти хорошее решение, когда встречаются люди с разными интересами. Ну и давайте рассмотрим такой вопрос. А можно ли построить государство из вот этих двух добродетелей? Из доверия и уважения и из баланса интересов? Вопрос на самом деле более глубокий. А еще вообще строится государство? Я вот несколько видео подряд доказываю, что государство – это некоторая система стилей. И новое государство, другое государство – это другая система стилей. Другие группы уровней включены. И в частности, есть у меня видео, где я рассматриваю Советский Союз и показываю, что Ленин, Сталин – это... Конечно, весь Советский Союз базируется на 1-3-5-7, как бэк-энд, как на внутренней механике. То есть это вертикальная организация с чекистами во главе. Но, тем не менее, фронт-энд у них различный. У Ленина и Сталина – это проектное мышление 3-4-5-6. У Брежнева – это моральное мышление 2-4-6-8. А у Путина – это архаика 1-2-3-4. В то же время в Соединенных Штатах тоже разные стили включаются. У Обама, например, 3-4-5-6. То есть правовое государство – это бэк-энд, но фронт-энд – это гуманизм и социализм, за который его многие ругают. Это 2-4-6-8. А Трамп как бы сделал все наоборот. Он бэк-эндом пустил 1-3-5-7, то есть вот стиль гопника, а вперед выпустил 2-3. Вот такой консерватизм и локализм. Мы все это уже разбирали. Так вот, сравнивая идеи Хатарковского с вот этими конструкциями, реально существующими, существовавшими, получается, что фронт-энд – это 4, а бэк-энд – это 5-6-7-8. Возможно, что это и может быть реализовано в Соединенных Штатах, но с некоторыми дополнениями, конечно. Например, ну и, кстати, почему я думаю, что этого недостаточно. Конечно, Сингтанк, конечно, включается, и мы не всегда видим, как это работает, но понимаем, что это работает. Вот нынешняя победа Байдена и Камалы Харрис – к тому доказательство. И 5-6-7-8 как бэк-энд, конечно, там в глубине работает. Не случайно Байдена выбрали как компромиссную фигуру при таком разнообразии кандидатов у демократов, не случайно мобилизовали все ресурсы. Это все не случайно. Но не только четверка должна быть фронт-эндом, но может быть, например, комбинация из четверки и пятерки, где четверка – это правило, а 5 – это частная инициатива и право на личное мнение. Свобода слова и свобода поступка. И, конечно, тут еще есть middle-серединка, которая, конечно, в Соединенных Штатах присутствует, хорошо развита. Это судебная система 3-4-5-6. Например, сейчас нежелание Трампа уходить упирается в механику судебной системы, которая ему, конечно, этого не позволит. Ну и еще один 3-4-5-6 комплекс – это наука, научная экспертиза. В частности, многие, и в частности, Камала Харрис упрекал Трампа в том, что он просто игнорировал рекомендации ученых-экспертов в период эпидемии коронавируса и вообще по всяким разным вопросам просто игнорировал ненавучного сообщества. Если оно будет включено в механику государства, то это, конечно, очень положительный был бы феномен, но это и будет, конечно. Я в этом уверен. Тем не менее, эта конструкция, может быть, и выглядит устойчивой, но она все равно недостаточно. Давайте посмотрим, почему. В чем тут реальная проблема? Вот есть Трамп и есть Брекзит. И это, конечно, примеры протестного голосования. А в чем тут реальная проблема? Она в том, что те, кто недоволен, если они не слишком интеллектуально развитые, а Трамп опирался именно на таких, они не умеют выразить свое недовольство. Несмотря на то, что и в Соединенных Штатах Америки, и в Британии очень развита политическая система, но самоучастие в политике это для тех, кто умеет сформулировать свой интерес. А для тех, кто не умеет сформулировать, почему он недоволен, просто недоволен и все. Масса обстоятельств, из которых он не умеет выяснить, и недоволен абстрактно, всем сразу. Вот для тех существует только единственный механизм, это протестное голосование, которое мы увидели в момент победы Трампа и в момент победы Брекзита. Хотя, конечно, это было разрушительно. Так вот, существует ложное решение. Вот 2468, такой левый, ну, социализм типа Обама, это попытка угадать за человека, не умеющего сказать, что именно он хочет сказать. И примерно является, например, Обама-Кеа, система медстраховки, принятая при Обаме, она имеет, конечно, положительный эффект, но сам факт, что государство выступает на стороне и от имени людей пассивных и несамостоятельных, это часто вызывает недовольство у людей активных и самостоятельных, почему их слышат меньше, чем те, кто молчит. Поэтому это решение часто вызывает протест. Поэтому так много людей недовольных социалистом и гуманистом Обамой. Так вот, я предлагаю свое решение. Я предлагаю вот этот феномен протестного голосования превратить в ежедневную процедуру, и это возможно с нынешними технологиями, с интернетом. Я бы назвал этот проект термометр. Это существует голосовалка, которая позволяет вам в ежедневном режиме оценить качество жизни. И вы сообщаете ей некоторую информацию о том, кто вы и где вы. И тогда искусственный интеллект может выявить недовольные группы и поставить задачу для того think tank человеческих мозгов, которые могут понять, в чем тут проблема, даже несмотря на то, что она не выявлена теми, кого это беспокоит, а просто общее недовольство высказано. Но сами группы, само объединение однородных методами искусственного интеллекта уже может поставить задачу для людей, которые ищут плохо проработанные, плохо организованные части жизни и направить усилия государства на решение этих проблем. Потому что таким образом мы переносим протестное голосование в ежедневный режим и это позволяет избежать катастроф типа Брекзит и Трамп. Ну вот и все на сегодня. Продолжение следует. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok